О безопасности никогда не надо забывать, обратился к участникам расширенного заседания Анатолий Пахомов. Учения силовиков показывают, что жители и сотрудники объектов теряют бдительность и в общественных местах, и в транспорте. А в период майских праздников в городе пройдет свыше 40 праздничных мероприятий. И везде для сочинцев и гостей курорта должна быть гарантирована безопасность. Если мы сегодня в городе Сочи ко всем нашим обязанностям прибавим ответственность, огромную ответственность, и будем выполнять то, что нам положено, нам ничего не страшит. Ничего, все у нас есть. Мы готовились к Олимпийским играм, создали очень хорошую систему техническую. У нас хорошо работают правоохранительные органы. Естественно, все возложить на них невозможно. Глава города просит присоединиться к казачеству, усилить работу ДНД и представителей ТОСов. Сложная ситуация и с пожарами. Глава города обратился к пожнадзору, чтобы специалисты побывали во всех домах и проверили их на предмет пожарной безопасности. Как председатель КЧС и как председатель антитеррористической комиссии я требую, чтобы вы с завтрашнего дня большим количеством рабочих групп все-таки прошли и проверили уязвимость по пожарной безопасности жилого фонда. А жителям Сеу необходимо напомнить, что в лесных массивах надо соблюдать меры предосторожности. Это касается и горожан, которые с наступлением тепла устремляются на шашлыки на природу. В городе в целях безопасности работают камеры видеонаблюдения. Их около 6 тысяч и не только на улицах Сочи. А главам районов сегодня поручено накануне самого главного праздника Победы организовать круглосуточное дежурство около памятников и стелл во избежание актов вандализма. Елена Овсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.